Добрый день! Рада видеть вас на своем канале. Я к вам вернулась. Жива, в порядке, все у нас хорошо. Начинаем новый лог. Девочки, кто живет в Сербии. Посмотрите, в светофоре появилась гречневая крупа макфа. Она ябрица, очень хорошая. Посмотрите, это прозрачная пленка. Видно, что там в пакете находится. Прямо одна к одному. Я уже ее варила. И причем, что она очень даже вкусная и хорошо получается. Но я варю в этом кукушке, в мультиварке. И она хорошо разваривается. Здесь, посмотрите, 800 граммов. И стоит это все 220 динаров, по-моему. Сколько это в рублях? Я вам напишу. Представляете? В общем-то, это недорого. И по сравнению с тем, что я покупаю в здравой хране. Я в здравой хране за 500, по-моему, граммов плачу столько. И сразу такой вопрос был. Ой, подскажите, где купить манную крупу? Вы серьезно? Вы приехали и не узнали, еще если у вас есть дети, что по-сербски это грыз пшеничный? Вот, пожалуйста. 200 граммов. Вот это фирма С. Сейчас я вам ее покажу. Манная крупа. Приходите, говорите, грыз. И они вам показывают, на полках стоят. Интересуйтесь, спрашивайте. Все, все есть сербик. Меня спрашивают, напишите, говорит, рецепт торта. Вы мне напишите в личку или на почту. Я вам отправлю рецепт. Мне это несложно. И, в принципе, никакого секрета Польшинеля здесь в этом нет. Я с удовольствием отправлю, если вам нужно. Но это действительно делается все быстро. Я не скажу, что я прям устала, перетрудилась и нужно было листы раскатывать. Нет, я листы вообще абсолютно не раскатывала. Говорила, да, что у меня на заднем дворе растет черешня. И в этом году тоже слышали, что она вся червивая. Вся гнилая. Очень жалко. То есть, какую ни возьми, редко вот одна из. А то вы видите даже листья. И это по всей Сербии. Вот поэтому на рынках сейчас чернику и... Ой, чернику, господи. Черешню и не продают. Она вся так жалко-жалко ее соседей. И в деревнях, в тех деревнях, где растет на продажу. Вот она вся. То есть, клубнику мы поели, она у нас уже отходит. Хочу, чтобы Бобин купил и сделать джем. Или что, тоже видите. Такая вроде хорошая, вся гнилая. И сделать джем. Ой, вон у нас на заднем дворе растут. Сколько? Три пропало. И сохли. Земля, наверное, не подходит. Зато в этом году что-то решила посадить семена. Вот они, кабачки высадила. Вот так вот. Каждый вечер Боба мне их поливает. Посмотрим, что вырастет. Просто захотелось. Просто нужно что-то делать. Да, я забыла, как они. Думала, они расползаются так же, как тыкала. А нет, они на самом деле растут же кустиками. И тыквицы на них висят. Посадила под костью, под абрикосы. Абрикосы, да, будут. Будут. Ждем. Посмотрим. Пришлось поставить палку, потому что не выдерживает. Редко. Тяжелая. Вот. Вот только зашла домой с улицы, да, снимала вам, солнце было. Сейчас, посмотрите, вот уже ливень такой. И вот так вот целый день. Это уже какой, второй раз прям, как здесь говорится, плюсок ливень. Такая вот сербия. И солнце было, и пекло. Я сначала подумала, что град, потом смотрю, нет. Думаю, ну ладно. Так что непредсказуемая погода. Покрапывай такой редкий. Дождь, ну как, закончился ливень, который был вообще сильный такой. Думала, что град, я уже вам говорила. И вот Бобин приехал с работы. Решили заехать в магазин кое-что купить. Много ничего не надо. Буквально, может быть, там чуть-чуть не надо. Авокадо, ядовцы, может, какие-то и овощи. Посмотрим. Докупка такая, так скажем. Я еще светофор купила. Или два вот таких сиропа, апельсиновый и лимон. Очень нравится. Так, что мы купили в Лидле? Цены говорить не буду. Просто скажу, что купили там на 1600. Вот такая вот колбаса, 500 граммов, она куриная. Это мы купили родственнику, который, так скажем, голодает шоколадное молоко. Ну, опять вот, посмотрите, сытым сыр. Это как наш творог. Я открою вам, покажу, как он выглядит. Одно авокадо. Два йогурта. Где-то там второй не могу найти. Следующий я купила биоорганическое молоко. Рисовое. Бобин сказал, что оно очень хорошее. Ну, попробуем. Он когда постится, он всегда говорит, я его покупаю, и мне он нравится. Следующий я купила один маргарин. Дукат – это греческий тип йогурта. Вкусненький такой буду делать. ПП-шный десерт. Покажу вам. Вот такие вот кукурузные они, по-моему, эти хлебцы. Упаковочку грибов. Творожный сыр с зеленью. Шоколад на десерт. И дальше все купила. И салат мне очень нравится. Я его заправляю лимоном. Я туда добавлю авокадо. Ну, дополню. Вы можете дополнять, чем хотите. Получается очень вкусно. Ну, вот это вот все, оно обошло где-то 1800 долларов. Я вам покажу. У меня осталось немножко, почему я его докупила. Вот здесь сытный сыр, да? 25% жирности. Посмотрите, как он выглядит. Как творог с такой крошечками, такой зернистый, да, скажем. Но он не сладкий, не соленый, нейтральный. Такой вкусный тоже сможете вы, что хотите, по желанию, дополнить. Подходит для выпечки. Подходит для запеканок. Просто есть как творог. Похоже, он как будто из топливного молока. Так что, вполне нормально. Я и запеканку из него делала, и творожные колобки, и, как они называются, творожники. Все прекрасно получается. Пошли с бобаном на рынок, на центральный. Посмотрим, что там есть. Давно уже не были. Одела я свои сандалетки. Пора уже. У нас спарно. Опять дождей будет. Целую неделю дожди обещают. Мы подходим к нашему рынку. Припарковали. Не знаю, успеем, не успеем перебежать. Стой. У нас горе зеленое. Он едет. Так, это вход для нас в центральный рынок. Как всегда, продают цветочки. Боб, он не стал арестовать. Поехал, говорю. Так. Сейчас подожду его, и пойдем вместе. Сегодня выходной день. Другой день. Машины могут сюда. Да, машины есть. Спарно, спарно. У нас 24 градуса. Вот различные цветочки. Как домашние, так и уличные продают. Вот и бабушки. Всякие. Завершили мы на рынке. И продолжаем идти дальше. Идем дальше. Вот, а здесь можно уже ведь и подешевле купить. Если на самом рынке 20, 21, 22, здесь уже и по 16 можете купить. Здесь обувь продают. Не знаю, какое его качество. Шлепки различные. Ну, может быть, на один раз к морю побегать. И хорошо. Едем домой. Кругу полицейские. Поэтому трясет. Вот. Я, в принципе, довольна. А на что нам положила в подарок еще две люты? Я поняла. Базилик. Базилик, да. Можно в канту какую-нибудь посадить. Не, она какая-то между этим. Между помидорами? Да. А, отлично. Посажу между помидорами и будет супер. У нас вот мороси тоже. Здесь вот огурчики мои сидят. Ну, конечно же, я вчера не посадила, потому что говорила, что это не помидорки. И это базилик она нам дала. Два кусочка. По-моему, да, два кусочка. И пять острый перец будем садить. Вчера не посадила, потому что у нас был вчера ужасный ливень, полнейший ливень. То есть у нас в это время вообще непогода. Обещают еще и град опять. Поэтому вчера не стали рисковать. И вот целыми днями дождь. Посмотрите, суки, куда они залазят, улитки. Приходится постоянно их скинуть. Так, я пошла за сахаром. Сейчас буду клубнику перебирать. Одну половину я заморожу, одну половину я опущу на варенье. Хотя бы баночки две. Сразу хочу сказать, клубника в этом году не очень поспела, потому что она зеленая. Нет солнца, мало было солнца, она уже отходит. И поэтому она не сладкой попадаются, конечно, такие ягодки. Значит, смотрите, крупные я буду откладывать на варенье, а мелкие я заморожу, чтобы зимой было. Или сделать какую-нибудь выпечку или просто так поесть. Так что... Ой, вот такие вот образовались у меня домашние дела. Вечером буду высаживать помидорки Флорида. Так, мне нужно варить варенье, а сахара у меня мало. Я засыпать засыпала клубнику, а Бобон сказал, что купит. Он ее купил, но он отдал ее своей сестре, которая живет у нас здесь недалеко, сахара я имею в виду, чтобы она мне принесла, когда я проснусь, потому что это было рано, он бегал. И он мне потом написал сообщение, что как проснешься, напиши, значит, она принесет. Ну, мне неудобно, чтобы она носила все-таки. Я младше ее, и сейчас я пойду к ней. Кстати, она недалеко живет. Это у меня, скорее всего, будет джем. Покажу немножко, как это делается. Рецепты не буду делать, потому что рецепта дофига на интернете. И каждый делает по-своему. Я буду делать без желатина, без... Ой, всяких добавок. Так, просто сахар и клубника у меня будет, и все. Так, пришла домой, не стала у нее снимать, хотела, но там много людей было. Вот, смотрите, вот это вот я попросил, ну, Бобан попросил, чтобы она купила 2 килограмма сахара. Купила она 2 килограмма сахара, но еще просто для Бобана, они любят очень, она купила ему 100 грамм кофе. Это Бобан, наверное, тоже попросил меня, когда на работу лежал, чтобы она мне купила днем оказывает, потому что знает, что я не люблю горить. Вот такой мясной нарезок она своему Бобану была. И бутылочку масла. Я говорю, зачем ты это делаешь? Она говорит, ну, я же знаю, что все это надо. Ну, вот, я уже не стала ругаться. Ну, ладно, раз хочешь, я возьму. Так что сейчас будем варить джем. Так вот, на килограмм у меня клубники я буду использовать 700 граммов сахара. Но частями. Сейчас у меня здесь 300 граммов оно было засыпано. Видите, дал такой вот сок из сиропа. Сейчас в этом сиропе я буду варить на большом огне. Пенку снимать не буду. И вот после закипания я проварю еще 10 минут. И потом начну, значит, ягодки раз толкать вот такого толкушечка. Вы можете в блендере. Так, перед тем, как жмякать клубнику, мы добавим 2 столовые ложки лимонного сока. Для чего нам нужен лимон? Можете добавить и цедру. Только смотрите, чтобы белый не попадался, потому что белый горчит. Для чего нам нужен лимон? Для того, чтобы было светлее наш конфитюр, джем, как хотите его назовите. Потому что при нескольких варках ягода имеет свойство темнете. Поэтому лимон даст нам цвет и прозрачность. Вот столько вот у меня получилось. Две баночки. Тут, наверное, 250-270 граммов. И немножко вот такой вот маленькой баночки. Он сейчас не остыше, он немного такой, скажем, тёпленький. Посмотрим, как получается. Вот если возьмём, капнем. Видите, даже не хочет. И посмотрим, что он. Видите, почти не растекается. Вот он готов. А ещё, представляете, он остынет. И вообще будет как конфитюр, как джем. То есть вот эта баночка у меня осталась. Не было у меня маленькой. А, как она называется? Баночки, чтобы её... Ну, боб он поест там, может быть, как называется. С блинами или ещё с чем. И сейчас будем готовить с вами обед. Сегодня будем готовить на обед. Это джувич или сербский ратату. Это овощи. У меня приготовлено мясо, лук, зелёный лук, помидоры. И сам рис. Вот это можно свежие овощи. Просто у меня так получилось, что лежала вот смесь вот этих овощей. Здесь, видите, зелёный горошек. Это морковь. Это перец. Это зелёная фасоль или что-то. Да, зелёная фасоль. Всё остальное. Сначала я всё это пережарю. И потом особенность вот этого джувича, что они всё это варят, а потом ставят в печь. И запекают там 10-15 минут. Всё зависит от того, как вы любите. И также они делают плов, что характерно. Но я буду обманывать систему. Я всё это буду делать в микроволновке. И запишу вам рецепт в шорс. Так будет быстрее и понятнее вам. А вы можете это делать в обычной кастрюле и потом запечь в духовке. И получится у вас прекрасный обед или ужин такой лёгкий получается. Вот такой у меня получился джувич. Скажу вам, вкусно даже в мультиварке. Ничем не отличается от того, что делают сербские хозяйки. Записываю вам лог, пересмотрела, что наснимала. Получается, прям я сама себе нравилась. Прям хозяйка такая, прям вредная жена. Вредная, не то, что там покостливая или ещё какая-то, да, делает свои угоды. А по-сербски вредная, это полезно. Такая вот я. Хозяюшка, домачица. А с вами была Елена. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok